В судебной практике Хакасии такое дело рассматривали впервые. После того, как крепкий напиток был изъят у индивидуального предпринимателя Натальи Дурновцевой, она же продавец в одном лице, его отправили на экспертизу в лабораторию. Хотя производители и их торговые представители не скрывали, жидкость содержит 45% этилового спирта. Документы на этот товар имеются. Я, собственно, не знала, что мне именно их торговать нельзя. Наталья, поясните, вы согласны с заключением? Не согласны, не согласны, но в части. Теперь я знаю, что оказывать у них взят, значит, я согласна. Однако, отвечик здесь не совсем честна. По закону ИП продавать может только пиво. А на бутылке якобы пищевых добавок доля спирта отчетливо в составе указана. Однако, по документам, ароматизатор хлебной кедровой Наполеон входил в категорию спиртосодержащей продукции, а не алкогольной. Это позволило полулитровые бутылки продавать в пределах 110 рублей и без возрастного ограничения. Теперь в обход закона спаивать население ароматизаторами не получится. Признать индивидуального предпринимателя Дурновцеву Наталью Анатолиевну виновные в совершении административного правонарушения. Назначить индивидуальному предпринимателю Дурновцеву Наталье Анатолиевну наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения. Стоит отметить, первыми проблему незаконной продажи ароматизаторов из Казахстана затронули в Якутии. Примеру последовали и силовики Абакана. Она ограничена к реализации в соответствии с 71-м федеральным законом. То есть, получается, ее запрещено реализовывать несовершеннолетним, также в нестационарных торговых объектах. Но навсегда из магазинов Хакасии ароматизаторы не исчезнут. Вредных и опасных веществ в составе жидкости найдено не было. Значит, алкогольный напиток, хлебный, наполеон и кедровый на прилавках останутся. Постановление суда касается только ИП. А вот торговые предприятия, к примеру, с организационной формой ООО, могут продавать пищевые добавки только уже теперь, как алкогольный напиток. В ином случае, силовики имеют право его изъять. Мария Добрынина, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.